Книга события последнего времени в свете Библии. Первое издание было выпущено в 1993 году. Потом были разработаны некоторые темы. И второе издание было выпущено в 1999 году. От автора. С самого начала моего христианского пути чтение и исследование Библии доставляло мне наибольшее удовольствие. Читая Библию и другую духовную литературу, в которой находил много полезного, я видел и много явных отклонений от истины, различных предсказаний, которые не сбылись в назначенное авторами время. Попадалась такая литература, которую я, несомненно, принял бы за истину, если бы Бог предварительно не предупреждал о ее вредности для духовного человека. При этом он указывал места священного писания, где правильно изъяснялся рассматриваемые мной. Когда встал вопрос о том, каким образом избежать заблуждений и различать чистое от нечистого, Господь сказал, читай Библию и проси у меня разумения. Оставь эротичного рода толкователей, и тогда ты будешь немного иметь знания, но оно будет истинным, от меня. Когда ты садишь читать Библию, то читай ее, как не знающий ничего, как читаешь ее в первый раз, и тогда я буду иметь возможность учить тебя. Если ты будешь читать ее, как знающий, тогда ты не будешь рассуждать над этими текстами, и я не смогу учить тебя. Полезной для тебя будет литература о молитвенном опыте Можей Божьих и о действиях Духа Святого. Используя эти советы, я испытывал особое благословение при изучении Слова Божьего. Особенно сильным было увлечение читать и исследовать откровения Святого Иоанна Богослова касательно вопроса последнего времени. Зная, сколько заблуждений было на против неправильного истолкования откровения Иоанна, видя честолюбивое желание некоторой части молодежи быть учителями, будучи не в силах разобраться со своим желанием и исследовать откровения Иоанна, я принял это желание за греховное и попытался отказаться от него. Но когда казалось, что я не в силах это сделать, пришел страх, ибо посчитал, что попал в сеть Лукава. От этих сомнений и мучений меня избавил Господь, который на молитве проговорил ко мне через свой сосуд, «Сын мой, не бойся этого сильного увлечения, оно пришло от меня. Это твоя часть моего учения, которое ты будешь проповедовать и которое я хочу открыть себе». Бог начал учить и открывать эту истину в порядок событий последнего времени. Однако это понимание не совпадало с официально принятой точки зрения на этот вопрос, а идти против общего мнения очень тяжело. «Было несколько моментов, когда я готов был не говорить на эту тему. Однажды на одном из богослужений перед моим выходом на проповедь Господь отнял от меня все, кроме темы последнего времени. Всякое, тем более постоянное сопротивление истине подтачивает веру, разрушает ее. Моя вера тоже стала колебаться. Поэтому я сказал, Господи, Ты хочешь, чтобы я говорил о последнем времени, но я опять сомневаюсь в истинности моего знания. Если я правильно понимаю этот вопрос, сейчас же исполни меня Духом Святым, иначе я не встану и не пойду проповедовать. Когда же я буду говорить, внимательно наблюдай за мной. Если только я стану говорить, что не должно, сразу же отступи от меня. Как только я произнес эти слова, сразу же исполнись Духом Святым. Под этим сильным воздействием я произнес проповедь, внимательно наблюдая, как относится к моей проповеди Дух Святой. Он ни на одно мгновение не оставил меня. И когда я окончил слово и шел на свое место, Дух Святой продолжал пребывать на мне. Такое явное физическое присутствие Духа Святого продолжалось до конца служения. Несмотря на такое сильное утверждение в настоящей истине, сопротивление людей на всех уровнях опять и опять расшатывало веру. И я еще несколько раз усиленно просил Господа Иисуса Христа проверить мои знания. Дважды Господь являлся в видении, и я Ему рассказывал, как я понимаю последовательность событий последнего времени. Запомнилось одно из видений, когда Иисус сидел напротив, а я рассказывал Ему о последнем времени. Он слушал и не говорил ни да, ни нет. Это меня смущало, потому что я хотел слышать истинно то, что я говорю или нет. Но когда я дошел до тысячелетнего царства и стал рассказывать о нем и попытался объяснить, кто в нем будет царство, Иисус сказал, «Теперь остановись, ибо ты не знаешь, как должно этой темы». Через это поведение Иисуса я понял, что Его молчание – знак согласия, а рассказывать о тысячелетнем царстве уже не моя тема. Последний самый сильный удар и самое чудесное восстановление я получил через пророков и их служение. Однажды на одном из молитвенных богослужений, проходившем на дому, где присутствовал брат-пророк К из Украины, зашла беседа в последнем времени, где я изложил свою точку зрения. Брат придерживался общепризнанной до настоящего времени точки зрения. И когда мы склонились перед Богом в молитве, то через брата от имени Бога вышло такое слово. «Сын мой, войди в благодать мою, чтобы я открыл тебе истину, потому что ты войти в человеческую мудрость и так далее». Конечно, после вышепереченных утверждений я так просто не мог пронять это слово и остался при своем мнении, хотя на сердце и остался неприятный осадок. Через некоторое время мне пришлось молиться с братом во Христе Энелл, через которого Бог неоднократно говорил ко мне, открывая только мне известные тайны. «И хотя на тот день я не ставил пред Господом никакой нужды, Бог сказал мне, «Сын мой, до сегодняшнего дня я учил тебя и открывал знания от моей мудрости, но вот скоро я приведу тебя на одно место, где предстанут перед тобой люди, и представят тебе большую человеческую мудрость, чем приведут тебя в сильный страх, потому что все будет не так, как ты понимаешь». «Запомни, что эта большая мудрость будет всего лишь человеческой мудростью. Я тебя об этом предупреждаю заранее, чтобы не оскудила вера твоя, и ты не потерпел корабль крушения у веры. Бодрствуй, и когда придет это время, вспомни, что я тебе говорил сегодня слова. Вспомни, что я говорил тебе сегодня были повторены трижды». Это пророческое слово исполнилось в короткое время. «Я был приглашен на празднование дня рождения одной из сестер, где собралось немало пророков и некоторых из руководящих братьев. Не ожидая, что со стороны пророка может быть такое небодрствование, я совершенно забыл о предупреждении данным мне Богом. Я говорил вечернюю проповедь, а на следующий день к обиду был призван на братское собрание дать отчет за нее. Я совершенно забыл о предупреждении, которое Бог дал мне незадолго до этих событий. А авторитет пророку был настолько велик в моих глазах, что получилось так, как Бог предсказал. Я пришел большой страх от того, что проповедуемое мною учение не соответствует истине». Если даже пророки, имеющие прямой контакт с Богом, не признают его за истину, следовательно, это не есть истина. Но эти люди не были врагами мне, они просто были научены так. Поэтому, когда я спросил их, «Вам Бог открыл, что я нахожусь в заблуждении, или вы сами решили, что это так?» Ответ был искренним – сами. На основании общепринятого учения в последнем времени стало немножко легче. Появилась какая-то искра надежды на то, что все-таки я не в заблуждении. Разбор происходил при всем собрании, в том числе и в присутствии моих друзей, которые присутствовали на той молитве, где Бог предупреждал меня об этом искушении. После этого разбора они пришли поддержать меня, напомнивши, что Бог эти события предсказал ранее, и мне не нужно расстраиваться по поводу того, что я в обольщении. Но эти утешения не достигали моего сердца, так как они исходили от друзей. Я сказал, что больше не верю своим пророкам, потому что по разным причинам они не могут сказать мне правду о моем духовном состоянии, а лестись мне не надо из-за жалости, потому что я не хочу попасть в ад, а хочу знать правду о состоянии своего сердца. Я сказал, что проповедовать больше не буду до тех пор, пока не узнаю настоящего своего положения перед Богом. В собрание тоже не пойду, потому что здесь никто мне не скажет истины в отношении моего духовного состояния. А если я и обращусь к пророкам, то только к тем, которые меня совершенно не знают и способны будут сказать мне всю правду. Я исполнил свое намерение и не пошел на воскресное служение. Затем пропустил несколько молитвенных богослужений, а в это время дьявол все больше и больше разбивал мое сердце. Но так продолжалось недолго, всего несколько дней. Однажды вечером ко мне пришел брат во Христе Н.М. и стал настойчиво уговаривать пойти на молитвенное общение. Я отказывался, мотивируя свой отказ тем, что местные братья и сестры, а также сосуды поместной церкви мне помочь не смог. Но когда он сказал, что на молитве будет присутствовать приезжий брат пророк, я, поколебавший, решил рискнуть еще раз и пристать перед Господом, ни на что особенно не надеясь. Когда я пришел на место молитвы, то к моему огорчению и разочарованию я узнал приезжего брата, брата К. из Украины, того самого, через которого мне был дан совет не изнесять и нестолковать Писание, пользуясь человеческой мудростью, который, по сути дела, объявил меня человеком, находящимся в заблуждении. Но к моему удивлению, как только мы склонили колени в молитве, что раз брата К., который совершенно не знал о происшедших событиях, было ко мне Слово Божие. Сын мой, зачем ты допустил так разбить свое сердце? Разве я не предупреждал тебе, что так будет? Разве я не повторил тебе трижды, чтобы ты помнил, что я дал тебе чистое знание? Я бодрствую над Словом Моим. Я привел тебя на то место, о котором сказал прежде. Я никогда не оставлял тебя и не ставлю. Однако ты сегодня должен делать выбор, что ты будешь проповедовать. Слово Божие или Слово человеческое? Если ты будешь говорить то, что хотят люди, то они тебя будут поддерживать, а я оставлю. Если ты будешь проповедовать то, что я хочу, то люди тебя оставят, а я поддержу. Итак, сделай сегодня же твердое решение и не склоняй свою шею под чужое ярмо. Это было сильнейшее пророчество и утверждение. Не только потому, что через брата К. было повторено пророческое слово, сказанное через брата во Христе Энел. Но еще и потому, что я знал мнение брата К. о событиях последнего времени, которые он однажды выразил от имени Бога пророчески. А здесь, доверившись Духу Святому, он поддержал истолкование противникам, которым он являлся и который считал еростью, тем самым доказав, что эти слова не были его собственной выдумкой. Таким образом, даже ложное пророчество Бог использовал во благо, воистину, безнабогатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Рыблиным 11.33 Впрочем, все истолкователи библейских текстов убеждают своих читателей, что их истолкования богодухновенные и основаны на откровениях Духа Святого. Поэтому я, с одной стороны, попытался показать, что это истолкование подтверждается откровениями Божьими. С другой стороны, основное внимание советую уделить исследованию текстов Священного Писания, потому что это основной аргумент поддержки того или иного истолкования. Я совершенно сознательно про разборы тех или других положений Священного Писания не делал ссылок на исторические данные или на труд других богослов, потому что считаю, что Библия сама способна ответить на все вопросы без дополнительного материала. Здесь заложена вся полнота мудрости и знаний, и освещены все вопросы бытия человечества. Исключением в этом смысле является обзор происходящих в нашем мире событий, касающихся последних дней последнего времени. Я не пытался сделать данный труд высокохудожественным произведением, а старался писать простым языком, доступным для любого читателя. В 1998 году было доработано еще несколько тем и добавлено некоторое количество информации, касающихся происходящих в мире событий относительно последнего времени. Многократное использование одних и тех же стихов Священного Писания сделано также с целью облегчить понимание данного материала. Введение 1 Тимофея 1.20 Ясность, по поводу какого именно события возникло ложное учение и в чем оно заключалось, вносит текст Священного Писания из 2 главы 2 послания к Тимофею, в котором упоминается имя именей. И слово их, как рак будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофея 2.17-18 По данным Открытой Библии, над вспомогательными материалами, которые работали видные ученые под общим издательством Томаса и Нельсона США, существует несколько теорий о событиях последнего времени. Внутриисторическое, историческое или вщеисторическое, поэтическое или внеисторическое. Ученые, которые занимались толкованием библейских текстов, разделены на категории. Либералы, протестантские деятели реформации, консервативные толкователи. Консервативные толкователи делятся на четыре группы, в зависимости от системы, которой они придерживаются и так далее. Я отдаю эти данные для того, чтобы показать, насколько труден вопрос истолкования писаний, касающихся последнего времени. Между тем, в основу этих гипотез, теорий и истолкований положены библейские тексты. При желании каждый из нас мог бы найти гипотезы, теории или истолкования, близкое к своему собственному пониманию. Но вопрос не стоит в том, в какой теории или истолковании следует присоединиться, а в том, какое понимание есть истинное. Поэтому прежде всего следует помнить слова апостола Петра из его второго послания, 1 главы 20-21 стихи. Зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ему никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, истолкование будет истинным только тогда, когда разум обогащен мудростью от Духа Святого. Дух Святой не может истолковать одно и то же место священного Писания каждому исследователю по-разному, потому что есть только одна истина и одно истинное понимание ее. Библия говорит, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, Евреям 4.7, в том числе и способность понимать и истолковать Слово Божие. И если применить в нашем рассуждении принцип известной притчи Иисуса Христа о талантах, которыми хозяин наделил рабу для труда, то увидим, что они получили каждый по силе. И естественно, что получивший два таланта, никак не мог принести столько клада, как получивший пять талантов. Если наша способность от Господа истолковывать Писание выражается двумя талантами, то мы никак не можем сравниться в знании глубины Слова Божия с тем исследователем, способность которого оцениваться пятью талантами. Поэтому если исследователь Слова Божия, получивший от Господа способность в два таланта, истолкует Писание на пять талантов, то он выдаст на два таланта истины, а на три таланта лжи. В этом отношении Слово Божие говорит, что мы все имеем знания, но одно знание от нашей мудрости, а другое знание дано от Бога. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8.3 Важность исследования книг Ветхого Завета в свете Евангелия. Возвращаясь к мысли о множестве теорий и истолкований о последнем времени, с сожалением отмечаем, что наряду с некоторым истинным пониманием Слова Божия действовала и человеческая, иногда очень большая мудрость. Откровения Божии подменялись философией и различного рода заблуждениями. И если апостолы и евангелисты были действительно движимы Духом Святым, они обосновывали свои утверждения Словом Божьим. Так же поступал и Господь наш Иисус Христос, как следствие такого подхода к делу, отсутствие противоречия в Евангелиях и Посланиях. Апостолы и евангелисты только гармонично дополняют друг друга и дают полное понимание библейских истин. В то время не существовало книг Нового Завета. Поэтому Иисус Христос, а впоследствии евангелисты и апостолы, использовали писания Ветхого Завета, которые для них были как бы зашифрованы Евангелием. Они очень глубоко понимали писание Ветхого Завета. И все утверждения новозаветного учения подтверждались словами Ветхого Завета, понимая ветхозаветные события не только как историю и поэзию, но и как вернейшее пророческое слово, выраженное для будущих поколений жизнью библейских личностей. Таким пророческим словом о городушке Мессии Иисусе Христе была жизнь Иосифа. Это явление, что называется иносказанием. Послание Галатов, 4 глава, 24-25 иски. Пророческим словом о судьбе мира, включая и его конец, была жизнь Ноя и Лота. А время пророка Ильи – пророческое слово о последних днях жизни Церкви Иисуса Христа на земле. И так далее. Может быть, в прошлые времена, когда от пришествия Господа Иисуса Христа человечество отделялись столетия, вопрос не был так важен. Но в настоящее время, когда мы стоим в преддверии этого величайшего события, второе пришествие Иисуса Христа и восхищение Церкви, вопрос превратает важнейшее значение. А неправильное истолкование расстановки событий окажет значительное влияние на состояние христианских сердец. Его неправильное понимание Библии – тьма, а во тьме имеет место дьявол, присутствие которых было всегда во вред человекам. Поэтому постараемся рассмотреть вопросы и события, связанные со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, очень шательны на основании Слова Божия, используя тексты священного писания Ветхого и Нового Завета, соответственно вопросу исследования. Тексты событий Ветхого Завета, по примеру апостола Паула и Петра, будем рассматривать не только как историю, но и как вернейшее пророческое слово, 2 Петра 1,19. Не понимая этой истины, некоторые верующие, служители и исследователи священного писания не пользуются книгами Ветхого Завета, и более того, запрещают читать их, как ненужные в наше время. Другие не звели их до уровня просто исторических книг, не уникая в сокровенный смысл древних событий. Между тем, через весь Ветхий Завет красной нитью проходит тема о спасении человечества от греха через Голгофскую жертву Иисуса Христа, и в прообразах выражены все тонкости будущего служения. Сегодня со дня до день увеличивается число ложных учений из-за неправильного истолкования и выбора мест для оправдания собственного мнения священного писания Нового Завета. Неправильные рассуждения зашли так далеко, что некоторые современные религиозные лидеры утверждают, что Библия устарела. Это касается евангельского учения, и нужно пересматривать некоторые вопросы Евангелия. Например, крещение ими дается сразу после покаяния, когда человек совершенно не понимает, в чем смысл этого служения, допускает к участию в левопроломлении людей, не заключивших завет с Господом через годное крещение, и свои действия оправдывают тем, что пастыры прошлого поколения неправильно понимают Евангелие. К счастью, есть достаточно мест в Ветхом Завете, которые являются прообразами нашего времени, и у них четко определена последовательность вышеперечисленных этапов в жизни христианина. А правильная расшифровка глубины писаний Ветхого Завета и сопоставление с ними соответствующих мест Нового Завета не дает уклониться от истинного понимания ни направо, ни налево. Ветхий Завет был тенью будущих благ, то есть тенью настоящего времени и служения, и поэтому не может противоречить учению Иисуса Христа, хотя многие обряды, омовения и постановления, относящиеся до плоти, теперь понимаются духовно. Конечно, будут и такие читатели, которые рассуждают так, зачем обращаться к тени, то есть к Ветхому Завету, если есть про мое, ясное и понятное учение Евангелия Иисуса Христа. Да, все это так, но, к сожалению, при общей ясности учения Евангелия существует множество понятий, мнений, учений и знаменитых исследователей, истолковывающих учения Иисуса Христа. Но только правильно расшифровывая, совместно с Духом Святым, Писание Ветхого Завета и сравнивая соответствующие им непонятные места Нового Завета, мы можем правильно понимать спорные места Писаний, устраняя через Ветхий Завет, как вернейшее пророческое слово, всякое разномышление и ересть. Итак, основным событием нашего времени будет восхищение Церкви и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Его ожидают миллионы христиан, и, естественно, предметом исследования, захватывающим их, является этот особенный отрезок времени, в который произойдет величайшее чудо всех времен. Восхищение Церкви – основное событие нашего времени. Для того, чтобы исследовать на основании Священного Писания в последнее время и установить последовательность событий, предшествующих восхищение Церкви и после того, нужно найти отправную точку для рассуждения, то есть какое-то определенное событие, отмеченное в Писании, и не вызывающее сомнений ни с точки зрения его действительного присутствия в планах Божьих, ни с точки зрения правильности выбора места Священного Писания, в котором об этом событии говорится. Таким событием, которое, несомненно, присутствует в планах Божьих и в котором никто из христиан не сомневается, является восхищение Церкви, а местом из Священного Писания, которое говорит о взятии Церкви Иисуса Христа, в нем присутствующие элементы, присущие этому событию, Будет текст. 1 Фессалникицам, 4 глава, 15-17 стихи. Значение трубных звуков в Священном Писании. Здесь следует обратить внимание на сигнал или условный знак, по которому Господь Иисус сойдет с неба. Евангелие открывает нам, что возвещено будет о пришествии Иисуса Христа глазом Архангела и трубой Божией. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. В Священном Писании знаком трубы возвещается о смене определенных отрезков времени. Чтобы утвердиться в этом мнении, рассмотрим книгу чисел с 10 главы 1 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общество, ко входу с киньей собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надо в нас собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечной броды вашей. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. И будьте воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от ваших врагов. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами, при всесожжениях ваших и мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Число, 10 глава, 1-10 стихи. Рассуждая над этим текстом книги чисел, находим, что повеления народу израильскому передавались посредством труб, и, подчиняясь определенным звукам трубы, израильтяне совершали те или другие действия. Библия говорит, что на земле все устраивается Богом по образу и подобию небесного. Провожу несколько текстов в Священном Писании. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворили. Бытие 1, 27. Второй текст. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо. Евреям, 9 глава, 24 стих. Этот стих говорит, что рукотворенное святилище, о нем кратко написано в послании к евреям, 9 глава, 1-10 стихи, святилище земное, было устроено по образу и подобию небесного. И так как эти стихи утверждают, что все на земле устрояется по образу небесного, а в народе израильском изменения обстановки происходили по звуку трубы, то и у Бога смена времен сроков происходит по звукам трубы. Жители земли не слышат этих звуков, а только неожиданно для себя отмечают изменения жизненной обстановки, происшедшие совершенно независимо от них. Эти исследования очень важны для дальнейших рассуждений, связанных с восхищением церкви, потому что весь период времени, начиная с принятия власти Иисусом Христом после Его победы на Голгофе, включая восхищение церкви, укладывается в 7 труб. Откровение, глава 8.11. И коль, следуя вышеизложенному, звук трубы означает смену времени и влечет за собой определенные события, то нужно исследовать, при звуке какой трубы Господь Иисус сойдет с неба и восхитит церковь. Ответ находим в строках. Итак, восхищение церкви произойдет при звуке последней трубы. А так как число божественной полноты есть 7, то это совершится по звуке седьмой трубы. Для того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим некоторые события Библии как вернейшее пророческое слово. Это нужно потому, что некоторые исследователи Библии относят этот знак к другим событиям, а момент взятия церкви отмечают в других местах священного писания. Жесть Еноха – вернейшее пророческое слово о церкви. Рассмотрим пророческое событие и личность, в которых присутствуют элементы присутствия церкви и ее восхищению. В 11 главе послания апостола Павла к евреям дан внушительный перечень мужей веры, которые поставлены нам в пример, ибо отличительной их чертой была живая вера в Бога. Вторым человеком, на которого обратил внимание апостол Павел, был Енох. В верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Евреям, 11 глава, 5 стих. Это в коротких словах Дух Святой через апостола Павла запечатлел образ этой личности, отметив в нем отличительные черты, присущие церкви. Теперь сравним характерные особенности жизни Еноха с выражениями Евангелия, характеризующими церковь. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5 стих. Пункт А. Ибо благодатью вы спасены через веру, ищение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Следующий текст. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам, 2 глава, 16 стих. Сразу же хочу заметить, что у христианина должны быть добрые дела, потому что к этому нас Бог призвал, но они являются следствием нашей веры, показателем духовного возраста, в отличие от закона, у которого дела стояли на первом месте. Итак, характерной особенностью первых пунктов, обозначенных буквой А, из характеристик Енохо-Исерки является вера. Пункт Б. Говорю вам тайну, не в чём мы умрём, но в чём изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному чему надлежит облечься в нетлении, и смертному чему облечься в бессмертии. Первый посадник Коринфяна, 15 глава, 51-53 стихи. «Ибо все говорили вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возмещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на блоках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первый посадник Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. Характерная особенность вторых пунктов, обозначенных буквой «Б» из характеристики Еноха и Церкви является то, что оставшиеся в живых до прошествия Иисуса Христа христиане, как и Енох, не увидят смерти и будут взяты живыми на небо. Эту же истину подтвердил сам Иисус Христос. «И пошлёт ангелов своих с трубою громогласную, знак Божия труба громогласная, и соберут избранных его от четырёх метров, от края небес до края их. Тогда будут двое на поле. Один берётся, а другой оставляется. Две мелющи в жернова. Одна берётся, а другая оставляется». Матфея, 24 глава, 31, 40-41 стихи. «Опять устами Иисуса Христа священное Писание указывает на знак, по которым Иисус Христос сойдёт с неба, и на события, которые произойдут с христианами, оставшимися в живых пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Здесь речь не идёт о мёртвых, о живых, которые будут заняты своими обычными житейскими делами. Садили, покупали, продавали, строили, женились, выходили замуж, мололи в жерновах и так далее. Финал этого события таков. Один берётся, другой оставляется. Но тот, который берётся, не увидит смерти, будет восхищен живым». Пункт В. А вот что Слово Божие записано в Новом Завете говорит о христианах, которые являются членами церкви и составляют её. Они имеют свидетельство, что имеют жизнь священную из Иисуса Христа, то есть угодили Богу посредством Иисуса Христа. Ибо те, которые не служат Богу, не угождают Ему, не могут иметь жизнь священную. Это утверждает апостол Иоанн. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь священную, ищая жизнь в сыне Его. Характерные особенности пунктов, обозначенных буквой В. Из характеристики Геноха и церкви является то, что Генох и церковь имеют в своём сердце свидетельство, что угодили Богу. И так, даже на основании только одного места священного писания можно утверждать, что оно является вернейшим пророческим словом о церкви. Однако, это место недостаточно, чтобы подтвердить мысль, что церковь выскочает от земли про седьмой трубе. В Библии есть ещё несколько мест священного писания, которые говорят о Енохе. Одно из них произнесено устами апостола Иуды, мужа исполненных Духом Святым. О них пророчествовал Иенок, седьмой от Адама, говоря, «Сей идёт Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Послание Иуды, 1 глава, 14-15 сихи. Это место и ещё раз дополнительно утверждает нас в том, что Енох, будучи прообразом церкви, в своё время выполнял тот же труд, который по поручению Господа в настоящее время выполняет церковь. Во-первых, Енох пророчествовал, ибо на нём был Дух Святой, Дух пророческий. О церкви Господней, крещенной Духом Святым, написано, что она имеет свидетельство Иисуса Христа, «А Господь через ангелы сказал апостолу Иоанну, который был одним из толпов церкви, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть Дух пророчества». Откровение, 19 глава, 10 стих. Так было сказано не только о церкви с евреем, но и о прочих Откровения, 13 глава, 17 стих, прочими в своей речи, произнесённой в Иерусалиме в связи с восстанием фарисейской героси, требовавшей исполнять закон Моисеев. Апостол Пётр назвал ясышнику, ссылаясь на пророческое слово о времени созидания церкви, выраженное пророком Амосом в 9 главе, 11 и 12 стихами. «В тот день я восстановлю скиню Давидову падшую, заделаю трещину в ней и разрушенное восстановлю и устрою её, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя моё, говорит Господь, творящий все сие». Пётр, цитируя 12 стих 9 главы пророка Амоса, «Для большей ясности по воле Духа Святого заменил слова, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, словами, чтобы искали Господа прочие человеки и все народы». Деяние апостола 15 глава 17 стих, что одно и то же, потому что Едом и все народы были язычниками, и евреи их называли прочими народами. Во-вторых, темой пророчества Еноха было предупреждение о происшествии Господа, обличение в игрехе и предупреждение о суде. Та же самая тема является темой церкви, обличенной Духом Святым. И он пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде. Евангелияна 16 глава 8 стих. Теперь рассмотрим основное словосочетание выше проведенного места священного писания и свастания Иуды, 1 глава 14-15 стихи, который непосредственно указывает на время восхищения церкви. Енох 7-ой от Адама. Во избежание недоразумений про рассуждение Енохи, как о проразии церкви и продолжительности ее обитания на земле, исследуем этот стих очень внимательно. Во-первых, заметим, что здесь отмечен период времени продолжительности всем родов. В течение всех этих семи поколений на земле была часть служащая Богу люди, но живым был взят на небо Енох, который жил в седьмом роду от Адама. А вот перчат всех поколений Адам, Шив, Енос, Каинан, Маляил, Иорет, Енох. 1-й пролипоменон, 1-я глава, 1-й 3-й стихи. В отношении имени Адама находим, что Иисус Христос, кроме прочих многочисленных имен, именуется еще и вторым Адамом, Господом с неба. Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть душа во творящей. 1-я коронфяна 15-я глава 45-й стихи. И далее. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. 1-я коронфяна 15-47. Церковь начала свое существование на земле со временем пронесения голгофской жертвы Иисусом Христом и после крещения Духом Святым. Начало их положил Иисус Христос. На земле она прибыла 7 периодов, назначенных для нее. 7 поколений, начиная с Адама, означает 7 периодов церкви. Адам, с которого началось существование человечества на земле, означает пробычу Иисуса Христа, с искупительной жертвы, которого началось строиться церкви на земле. По тем этих рассуждений устанавливаем, что в настоящем тексте в символах запечатлено время от Христа в современном пронесении с кемчей жертвы до восхищения церкви. Читая Откровение Яна, замечаем, что после пронесения себя в жертв за грех человечества и проняв из десницы сидящего на престоле книгу, написанную внутри от незапечатающими печатями под восторженную пень небесного воинства, достоин агнет заклона принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение. Христос раскрыл эту книгу и позволил Иоанну посмотреть на планы Божьей относительно этого периода времени. Откровение 5 глава 5-6 И на славу свою, которую он получил из рук Отца Своего. С 8 главы Откровения 7 стиха 1 ангел выступил. Начинаются действия в соответствии с планами Божьими, изложенными в книге, полученной Иисусом Христом от Бога. Весь этот период времени оканчивается действием звуком 7 трубы, при которой церковь отнимается с земли, как и в седьмом поколении Енох был восхищен Богом от земли. И так сопоставляя выражения Нового Завета относительно времени восхищения церкви и вернейшего прочестского слова, выраженного жизнью благочестивого Еноха, который был прообразом церкви, утверждаем на основании священного писания, что церковь восхищает земли при последней седьмой трубе, чтобы не оставить неисследованной до конца личность Еноха, как верном пути, исследуем с Божьей помощью 23 стих 5 главы книги Бытия. Всех же дней Еноха было 365 лет. Здесь период продолжительной жизни Еноха выражен числом 365, что соответствует числу дней обычного года. Период действия благодати Божией, произошедшего через Иисуса Христа, или период созидания Иисусом Христом в Церкви Божией, выражается различными словосочетаниями, и одной из них, которым воспользовался сам Господь Иисус Христос, лету Господне благоприятное. Лука 4 глава 19 стих Летом Господнем благоприятный назывался год юбилейный книга Исаии 61 глава 2 стих Год Прощения Кстати, год юбилейный, который провозглашался как год свободы для учреждителей земли книга Левит 25 глава 9 стих провозглашался звуком юбилейной трубы книга Иисуса Навина 6 глава 3 стих Поэтому не случайно число лет жизни Еноха соответствует числу дней обычного года и символически как пророчество указывает на продолжительность переда благодати, который также назван и годом юбилейным. Можно, конечно, не соглашаться с этим рассуждением, ссылаться на календарь древних евреев и других народов, у которых летоисчисление не совпадает с нашим григорианским календарем, которым пользуются большинство христианских стран. Но у меня всякого сомнения, Бог знал, каким календаром будет пользоваться мир в последнее время, и как пророчество на будущее время определил время жизни еноха до взятия его с земли в 365 лет к соответственному числу дней обычного года по календару, введенном римским папой Григорием XIII 24 февраля 1582 года в календаре хронологии стран мира Цибульского. Глава 4. Иерихун «Вернейшее пророческое слово о судьбе мира и Церкви». Рассмотрим и следуем еще одно событие, которое отмечено в 11 главе постания к евреям святого апостола Паула стихами 30-31. «Верою пали стены ерихонские по семидневному обхождении. Верою рау блудница с миром принявшись оглядатые, проводившись их другим путем, не погибла вместе с неверными». В этом цехте сразу же обращают на себя внимание действующая живая вера, разрушившая мощные ерихонские стены. И опять же, для разрушения их понадобилось семь дней, а в седьмой день обошли ерихон семь раз, и только тогда рухнули стены ерихона. В этот же седьмой день рау блудница была спасена и не погибла и не погибла с неверными. Это ветхозаветное событие является вернейшим пророческим словом о церкви. Основные признаки этого события, которые характерны для церкви, следующее. Церковь на земле пребывает шесть периодов. За время шести периодов времени относящих к миру проходит семь периодов времени для церкви. Период действия шести труб откровения Яна. Второе. Рау выведена из города в седьмой день, как и церковь восхищена при седьмой трубе. Для доказательства и утверждения выше названных выводов, а также для того, чтобы убедиться, что место священного писания выбрано правильно, тщательно исследуем это событие падение Ярихона, путем сопоставления выражений из Ветхого и Нового Совета, которые относятся к одному и тому же времени. Для этого откроем книгу Иисуса Навина, шестую главу и прочитаем начиная с первого стиха. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю руки твоих Ярихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте шесть дней, и семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите город семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до основания, и весь народ пойдет у город, устремившись каждый с своей стороны. Книга Иисуса Навина, шестая глава, первая четвертая стихи. Прежде, чем приступить к исследованию непосредственно этого места священного писания, нужно обосновать правильность утверждения, что этот текст говорит о переде благодати, о времени, когда спасение дается по вере, а не по заслугам. Лето обратимся назад и исследуем некоторые стихи, предшествующие глав книги Иисуса Навина. Время Иисуса Навина про празд времени благодати. Обратим внимание на то, что два вожитя увели народ израильской в битовную землю. Первым был Майсей, который провел народ к Ярдану. Через Ярдан перевел и увел в битовную землю Иисус Навин. Это два завета и два периода времени закон благодати. Майсей не смог ввести народ в битовную землю, как и закон, ничего не довел до совершенства Еврея в 7 главе 19 стих, а был только детоводителем ко Христу. Постание Галатам 3 глава 14 стих. Совершенное исполнение воли Божьей Майсей было бы тогда, если бы Майсей увел народ в битовную землю, но он довел его только до Ярдана, поэтому хотя и находился рядом с обетованной землей. Закон также не мог изменить сердце человека, а только из-за страха осуждения заставлял его повиноваться заповедем Божьим, что не доставлял радости ни Богу, ни самому израильскому народу, пытавшемуся под страхом возмездия исполнить его. А это было далеко несовершенное состояние человека в отношении святости. Этек из Послания к Римлянам 8 глава 3 стих говорит «Закон ослабленный плоти был бессилен, не мог удержать народ в послушании». Майсей также живший во плоти, будучи кратчайшим из всех человеков, мог огорчаться, гневаться, отчаиваться. Он поступил по плоти ввод миривый, не явил святости Божьи, ибо его внутренний человек был ослаблен его же плоти. С другой стороны, причиной греха Майсей были плотские люди, которые ослабили его огорчением. Они прогнивали Бога ввод миривый, и Майсей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Псалом 105, 32, 33 стихи. Сразу же прозвучал приговор Божий. «Зато, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами и сынов Израилю, не обведете вы народ еще в землю, которой я даю ему». Народ Божий был предан в руке другого вождя, имя которого Иисус Навин. Слово Божие к Иисусу Навину было выражено так «Майсей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди и ордансей в землю, которую я даю им сынам Израилю». Действительно, после смерти Иисуса Христа на Голгосском кресте за грех человечества закон потерял силу умер, ибо кровь Иисуса Христа был истреблен грех, а закон имеет власть над грешником. С момента искупления Иисусом человечеству идет святую вечность в обетованную землю под благодать и не под законом. Далее следует обратить внимание на переход Израилем к Черного моря, который апостол Павел назвал крещением. «И все крестились в Майсее, в облаке и в море». Первое опасание к Каринфянам, 10 глава, 2 стих. Во время же Иисуса Навина точно таким же образом сыны Израилева перешли реку Иордан, то есть крещились в Иисуса Навина и в Иордане. В 15 стихе 3 главы книги Иисуса Навина подмечено, что Иордан был полноводной рекой. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жадкой пшеницы. Исследуя Писание на ходе в Новом Завете, что на стыке этих двух времен, конец времени закона и начало времени благодати, важнейшее событие, как крещение иерусалимлян и окрестностей Иорданской, а также самого Иисуса Христа связано с Иордан, как и Иисуса Навина, что указывает на то, что это время прообраз начал новозаветного времени. Это место Ветхого Завета настолько чудесно гармонирует с Евангелиями, что даже особенность Иордана и его полноводность при Писании отмечена буквально той же самой мышью. Иордан выступает из всех берегов своих Иисус Навин. Сравни, а Иоанн так крестил в Яноне близ Салима, потому что там было много воды. Иоанн Гатерина, 3 глава, 2, 3 стих. Далее будем рассуждать на следующем стихом. «Эбы вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». Книга Иисуса Навина, 3 глава, 4 стих. То есть путь, который должен был Иисус Навин вести народ, был новым и отличительным от пути Моисея, как и путь спасения по вере во Христа Иисуса отличается от пути спасения по закону. Апостол Павел утверждает евреям то, что благодать Божьей в Иисусе Христе совершенный путь спасения говорит. Итак, братья, иметь дрозновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через зависть, то есть плод Свою. Послание к Евреям 10 глава 19-20 также называет этот путь новым. Теперь рассмотрим вопрос образания. По завету, данному Богом Аврааму, книга Бытия, 17 глава 10-11 и подтвержденному Маще, весь мужской пол в Израиле должен был быть обрезан. Но когда читаем пятую главу книги Иисуса на 5-7 и находим «Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израиля 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господня, и которым Господь клялся, что не увидит земли, которых Господь склятвую обещал отцам дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их возбег сыновьи. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезали. И так видим еще раз неспособность закона доводить людей до совершенства. Те, которые были обрезаны в Египте, погибли в пустыне из-за непослушания, им обрезание ничего не дало. Других же рожденных путевов что не обрезали, а всякий не обрезанный по закону должен был быть истреблен из своего народа, не обрезанный же мужского пола, плоти своей, истребиться душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мы. Бытие, 17 глава, 14 стих. По этой причине Господь сказал Сунавину, «Сделай себе острые ножи и обрезь сынов Израилев во второй раз». Ниха Иисуса Навина, 5 глава, 2 стих. Для нового периода времени нужно было новое обрезание новыми ножами. Это было сделано Иисусом Навином на месте, называемом холм обрезания. Проводя параллель этого места священного писания с Новым Заветом отметим, что плотское обрезание, которое существовало в Ветхом Завете и было совершено в Египте, Христос отменил как часть закона. А в 5 стихе 15 главы Дианья Святых Апостолов апостол Павел назвал ересью учение, которое требовало обрезания учеников. Но духовное обрезание осталось, и его пробусом является обрезание, совершенное Иисусом Навином. Это обрезание Духа нашего Словом Божьим. Слово Божье есть между духовным. Ифтианам 6.17. Апостол Павел сказал, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по плоти. Римлянам 2.29. И еще, потому что обрезание Богу мы, служащие Богу Духом и хвалящие Иисусом Христом и не на плот надеющиеся. Постание к Филиппийцам 3.30. Нашим холмом обрезания являются Голгофы, где Иисус умер за грехи наши, совершил обрезание Духа нашего и страбил грехи человечества с твоей смертью. Символом этого обрезания было обрезание, совершенное Иисусом Навином, которое он совершил по появлению Господа. Сделай себе острые ножи и обрыж сынов издали во второй раз. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 2 стих. Далее отмечаем. И совершили сыны Израилеву Пасху 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 10 стих. Отметим последовательность некоторых событий и жизни израильцян покаяния и принятия Иисуса Христа своим спасителем. Второе, крещение, заключение завета с Господом. Третье, подотолка к леву проломлению через исследование своей жизни для освобождения от грехов. Четвертое, участие в трофезе Господней. Стравниться одноименные, отмечены на одной из цифры пунктов основных этапов жизни религия времен Иисуса Навина и христиан нашего последнего времени и вы увидите чудесную гармонию и полное соответствие их смысле очередности и содержания, что еще раз свидетельствует о том, что время жизни Израиля во время Иисуса Навина является вернейшим пророческим словом о нашем времени, пророческом времени в церкви. И не только это. Важное значение этого места священного писания имеет еще и потому, что утверждает нас в том, что последовать этапы в духовной жизни христиан установленные в наших церквах и выполнение заповедей и постановлений соответственно каждого духовного этапа времени есть истинное и основанное на Слове Божье. Еще раз отметим, что в нашей церквах существует следующий порядок или чередный действий в жизни христианина данный для нас Богом, как для человеку. Первое. Покаяние и принятие Иисуса Христа своим личным спасителем. Второе. Водное крещение обещает служить Богу в доброй совести. Третье. Подготовка в хлебопроломлении путем исследования в своей жизни. Четвертое. Участие в хлебопроломлении вечера Господня. Я не говорю о крещении духом святым, так как Священное Писание отмечает, что это действие Господа совершалось на разных духовных этапах жизни христиан и является исключительно правом Господа. И Он это делает тогда, когда считает нужным. Что касается тех действий, которые зависят от нас, людей, то Бог дал нам установленную высшая последовательность. В настоящее время появились духовные лидеры, которые не придерживаются высшеперочисленной последовательности и могут пропадовать для упроломления доводных крещений, пропадают его без всякого благовения и, ко всему прочему, пропадают людям, совершенно невозрожденным, ведущим греховную жизнь. Между тем, для оправдания своих действий используют Писание Нового Завета истолковывая их по собственному пониманию, одновременно обвиняя служителей, придерживающие принятые в наших церквах последовательности в консернацизме и незнании Слова Божьей. Вот в таких то случаях неоценимую помощь оказывают Писание Ветхов Завета, где в прообразах иносказательного, как пророчества на будущее, отражены все тонкости служения Нового Завета. И если последовательность церковных священодействий служения Нового Завета, некоторые духовные вожди умудряются расставить по-своему и иногда даже доказать, что-то сделано правильно и на основании Слова Божия, то рассматривая соответствующие в этом времени проблазы Ветхов Завета, это делать невозможно. Ибо соответствующим утверждениям Нового Завета, выраженным словами, соответствуют древние события и физические действия библейских личностей, а последовательность библейских событий переставить местами невозможным. Для примера возьмем два вышеперечительных этапа из жизни христиан водное крещение и хлебопроломление. Как уже было отмешано ранее, некоторые современные церковные лидеры доказывают, что у хлебопроломления в некоторых случаях можно участвовать, не принимая водного крещения и приводят в свою пользу некоторые аргументы, убеждая, на что мы неправильно понимаем эту пассивность и надо признать, что у них получается довольно убедительно так, что некоторые из служителей изменяют свое мнение, ибо не находят аргументов потому, что аргумент, которым мы часто пользуемся, наши отцы поступали так и мы так делаем, не серьезный аргумент, как и ссылка на то, что все так понимают. Естественно, что мы выглядим очень неосновательными, не серьезными, базируя свои убеждения на традициях и толкованиях прошлых поколений. Мы не против традиций и толкований, основанных на слое Божьем, но мы не можем утверждать традиции ради традиции и дорожить им, если они не утверждены на слое Божьем. Пусть их установили даже самые знаменитые богословы и авторитетные динаминации. Единственным аргументом для защиты своих взглядов является Слово Божье. Поэтому для защиты той последовательности действий, которой мы пользуемся, обращаемся к книге Иисуса Навина, где эта последовательность выражена событиями. Здесь находим, читая третью главу вышеназменной книги про образ водного крещения, переход от Часы Родан, который был свержен в 10-й день первого месяца. Иисус Навин, 4-я глава, 12-й стих. Далее следует образование народа израильского во второй раз книга Иисуса Навина, 5-я глава, 2-й и 3-й стихи, что соответствует поднотоке к левопроломлению, практикуемого в наших церквах. Это молитва с постом обосвящения, или второе образование духовное, после которого Дух наш становится свободен для служения Господу. И мы тогда говорим и об образании Богу мы, служащие Богу Духом, филиппийцам 3-3. И, наконец, 10-й стих, 5-й главы книги Иисуса Навина. И совершили Пасху 14-й день месяца вечером на равных и рахонских. Это событие соответствует совершению левопроломления или воспоминания смерти Господа нашего Иисуса Христа. Итак, переход Израиля в реке Иордан к проблазьбодные крещения совершен в 10-й день месяца между этими двумя событиями существует промежуток времени и потом практически при исследовании никак нельзя эти события поменять местами ибо 14-й день месяца никак не может наступить раньше 10-го. К тому же Бог поставил между двумя этими событиями еще одно обрезание и надвердо исключил возможность человеческому разуму поменять и события происсудения местами чтобы эта последовательность была очень тверда и незыблемая. А коли это так, то рассматривая вышеназванные события как проблази крещения и хлебопроломления утверждаем что хлебопроломление не может осуществляться раньше водного крещения то есть заключения завета с Господом. На основании вышезлонных рассуждений убеждаемся что время Иисуса Навина вернейшее пророческое слово о переде благодати или о последнем времени. Остается только добавить что при всей важности и значимости ветхозаветных писаний основное внимание нужно уделять Новому Завету а ветхий завет использовать как дополнительный материал про рассуждение над вопросами где появляются разномышления и расхождения во мнении однако пренебрегать писание ветхого завета не стоит исследование исследование повествования вернейшего пророческого слова о судьбе мира и церкви удостоверяющихся что читая книгу Иисуса Навина мы в проблете рассматриваем период благодати или последнее время строительства церкви Христовой непосредственно перейдем в 6 главе книги к событиям которое продолжало 7 дней и символизирует собой некую полноту времени в начале после текста из послания апостол Павла к евреям 11 глава 30-31 коротко даны основные признаки этого события которые характерны и для церкви теперь рассмотрим это событие более подробно как пророчество о будущем мира и церкви сразу же хочу заметить что это единственное место в Ветхом Завете где исторические события происходили по команде передаваемым посредством труб законченные исторические события единственное же место священного написания в Новом Завете где действия разворачиваются по команде передаваемой через Ангелу посредством труб Откровение Иоанна 8-10 глава а также 15-11 главы даже по этому одному признаку можно поставить эти события в один ряд и усмотреть ту истину что указанных нами в местах и в Ветху и Нового Завета речь идет об одних и тех же событиях продолжая дальнейшее исследование читаем 6 главу книги Иисуса Нави начиная с первого стиха тогда сказал Господь Иисусу вот я предаю руки твоей Иерихон и царя его и находящихся в нем людей сильных это очень важный стих потому что с его помощью мы сможем определить о начале какого времени идет речь с точки зрения пророчества на будущее смысл заключается в том что волей Божией Иисус Навин получил лад над Иерихоном и всеми жителями его хотя Иерихон об этом и не знал такое же свидетельство о себе самому сказал Иисус Христос и приблизившись Иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле Матфея 28 глава 18 и что все предано мне отцом моим Матфея 11 глава 27 читаем дальше пойдите вокруг города все способны к войне и обходите город однажды в день и это дело 6 дней Иисус Навин 6 глава 2 стих теперь читаем Евангелие от Матфея 28 глава 19 и так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа и еще и сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Марка 16 глава 15 здесь мы видим полнейшее смысловое соответствие повелений данных Господом Иисусу Навину и Иисусом Христом своим ученикам хотя события происходили во времена разделенных тысячелетиями а так как перечисленное выше повеление Иисус давал своим ученикам в начале периода благодати то отсюда следует что и в рассматриваемом нами стихе книги Иисуса Навина речь идет о начале периода благодати Далее рассуждаем об объекте которые должны были обходить израильтяне этим объектом был город Ерихон и я предаю твоей руке Ерихон и еще пойдите вокруг города все объектном проповеди Иисуса Христа и его ученику был греховный мир вот соответствующий местонозавет и так идите по всему миру и еще и так идите научите все народы Матфея 28 глава 19 стих сравнивая эти выражения находим что Ерихон означает мир который должен обойти народ Божьей проповеди Евангелия читая дальше об Ерихоне отмечаем односовность Ерихона в отношении народа Божия Ерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилев никто не выходил из него и никто не входил Иисус Навин 5 глава 16 стих наш греховный мир также боится Слово Божие и ограждается всеми доступными для него средствами от истины Божией он крепко держит своих пленников чтобы никто не выходил из него из мира и препятствует свободной работе проповедника Евангелия чтобы никто не входил с проповеди Евангелия И Ерихон израильцяне обходили 7 дней Полнота времени существования мира исчисляется та же седьмой передом времени Ерихон со времен начала обхождения его израильцянами просуществовал 7 дней 6 дней существовал в общей полноте 7 дней существовал в стадии разрушения К концу седьмого дня был разрушен и предан заклятие Это был суд над ним Но Рау блудница была выведена в седьмой день и заклятие не подверглось Сын Божий не подвергается суду а будет восхищена при седьмой трубе ибо написано веруя что в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит Далее следует отметить что при обхождении Ерихона каждый день отмечался звуком юбилейных труб Юбилей провозглашался звуком юбилейной трубы один раз в 50 лет после 77 то есть 49 лет и поэтому слово юбилейные трубы усиленно указывает на то определенный отрезок времени особо был седьмой день обхождения Ерихонских стен в этот день нужно было обойти Ерихон семь раз и когда израильцане обошли город семь раз и в седьмой раз затрубила юбилейная труба обрушили стены Ерихона этому периоду рассматривая нами события соответствует период времени прослашенный седьмой трубой откровения Иоанна вот что прослашает седьмая труба второй город прошел вот идет скоро третий город и седьмой ангел востребил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира садилось царство Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков откровение 11 глава 15 стих и 18 стих и расферепели язычники и пришел гнев твой впервые в откровении Иоанна появляется слово о гневе Божьем в 14 главе с 7 стихом и говорил он громким голосом обойтесь Бога и воздайте Ему славу и вонаступил час суда его дальше о непосредственном исполнении судов Божьих записанном в 16 главе откровения Иоанна и услышал я из храма громкий голос говорящий семи ангелам идите и вылейте с чем час гнева Божия на землю пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и так до седьмого ангела седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос как в ряще совершилось и произошли молнии громые голоса и сделалось великое землетрясение какого не бывало с тех пор как люди на земле такое землетрясение такое великое и город великий распался на три части и города языческие пали и Вавилон великий воспомянут пред Богом чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его и всякий остров убежал и горы не стало откровение 16 глава 17 20 стихи и так седьмая труба провозгласила излияние семьи чаш гнева на землю приведших к разрушению погибли весь мир еще раз подчеркиваю что когда трубила седьмая труба объявляющая суд над народами церковь Иисуса Христа была взята с земли ибо верующий в Сына Божий перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит и так подводим итоги исследования и сопоставляем еще раз действия и события этих периодов времен разделенных тысячелетиями шесть дней обхождения ерехонских стен соответствуют действия шести труб из откровения она в седьмой день обошли ерехон семь раз а после звука седьмой трубы излилось семь чаш гнева результат действия семикратного вхождения ерехоны и обрушилась стена города до своего основания Иисус Навин 6.19 и предали заклятие все что в том городе и мужей и жен и молодых и старых и волов и овец и основ все истребили мечом книга Иисуса Навин 6 глава 20 стих результат действия вылитых на землю семей чашне у Божия седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос говорящий совершилось и произошли молнии громые голоса и излилось великое землетрощение какого не бывало с тех пор как люди на земле такое землетрощение такое великое и город великий распался на три части и города языческие пали и Вавилон великий воспомянут пред Богом чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его и всякий остров убежал и гор не стало и град величной талант пал с неба на людей и хулили люди Бога за язвы от града потому что язва от него была весьма тяжкая откровение 16 глава 17 21 стихи результат обхождения рахунских стен излияния семьи чаши гнев божий один разрушение и проклятие но в первом случае рау блудница была спасена и не погибла вместе со всеми во втором случае церковь спасена и не подвергла суду вместе с миром доводу больше чем достаточно чтобы утвердительно сказать что церковь была восстана при седьмой трубе и все таки рассмотрим еще некоторые священные описание где хотя бы каким-то образом затонут вопрос касающийся 10 седьмой трубы таким стихом будет 7 стих 10 главы откровения но в те дни когда возгласит седьмой ангел когда он востребит совершится тайна божия прежние рассуждения последовательные и настойчиво утверждали нас в том что при звуке седьмой трубы восхищается церковь господня данный же стих утверждает что когда возгласит седьмой ангел когда он востребит совершится тайна божия теперь необходимо на основании священного писания выяснить что называют или кого называют библией именем тайна божия церковь христова тайна божия первым местом раскрывающим смыслы и значение слов сочетания тайны божия является вторая и третья глава послания к христианам святого апостола павла цитируем третью главу начиная с третьего стиха потому что мне через откровение возвещана тайна о чем я и выше писал кратко апостол имел ввиду первую и вторую главу послания христианам выбираем выбираем более характерные и ясные стихи связанные с расшифровкой словосочетания тайны божия в котором мы имеем искупление крови его прощения грехов по богатству благодати его каковую он в произбитке даровал нам во всякой премудрости и разумении открыл нам тайну своей воли по своему благоволению которое он прежде положил в нем в устроение полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главой Христом в нем и мы сделались наследниками бывшие предназначены к тому по определению совершающие все по воле своей и официант 1 глава 7 11 стихи и так по определению совершающие все по воле своей мы язычники сделались наследниками жизни вечной будучи искуплены кровью его по богатству благодати его это спасение по веру в голгостскую жертву Христа которая предназначена и для язычников оставалась тайной в осветительство истинности этого утверждения провожу следующий текст то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой которая не была возвещена прежним поколением снов человеческих как ныне открыта святым апостолам его и пророкам духом святым чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастникам обетования его во Христе Иисусе последствием благообествования и официанам 3 глава 36 стихи но ведь этим телом которое составлено из уверовавших евреев язычников является церковь Иисуса Христа далее отметим что апостол Павел 4 главе 1 посланник Коринфианам рассуждая о строительстве церкви и домостроителя назвал себя домостроителем и так каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих а домостроителей же требуется чтобы каждый оказался верным 1 коринфиан 4 глава 1 2 стихи а в 3 главе посланник официанам в 9 стихе домостроитель употребляется в сочетании со словом тайна и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны сокрывавшееся от вечности у Бога создавшим все Иисусом Христом отсюда видно что тайна и церковь это два названия одного и того же организма или тела Христова которое есть церковь до 10 стих 3 главы посланники официанам открыто говорят что это тайна есть церковь дабы ныне садил известный через церковь начальством и властям на небесах многоразичную премудрость Божия ту же мысль подтверждает апостол язычнику 1 главой 24 27 стихами послания колоссянам ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполня недостаток во плоти моей скорби Христовой за тело его которое есть церковь которое делался я служителем по домостроительству Божьим верному мне для вас чтобы исполнить слово Божие тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил Бог показать какое богатство славы в тайне сель лезвичников который есть Христос в вас упование славы акцентирую особое внимание на словах что тайна это Христос в вас еще раз утверждаем что церковь Христова носит название тайны Христовой или тайны Божьей а потом когда мы обращаемся к словосочетанию из крови и яна совершится тайна Божьей то понимаем что слово тайна есть не означает какой-то секрет а объект строение организации организм то есть церковь Иисуса Христа и здесь слово совершится употребляется в значении построить достигнуть финальной стадии то есть в нашем сегодняшнем понимании включают в себе спасение полного числа язычников евреи вытоплены спасаются наравне с язычниками по вере в Христа Иисуса ровно 1,25 и сочетание их как церкви Иисуса со главой Христом а это происходит про восхищение церкви теперь чтобы исключить всякую возможность вложить иной смысл в сочетание тайны Божия обратимся к вернейшему пророческому слову о церкви выраженному в Ветхом Завете историческим библейским событием которое описано во второй главе книги пророка Даниила вернейшее пророческое слово о судьбе мира и церкви изреченное пророком Даниила Итак читаем вторую главу книги пророка Даниила начиная с первого стиха во второй год царствами на уходоносора снились на уходоносору сны и возмутился дух его и сон удалился от него и велел царь созвать тайновидцев и гадателей и чародеев и халдеев чтобы они рассказали царю сновидение его они пришли и стали пред царом и сказал им царь сон снился мне и тревожится дух мой желаешь знать этот сон и сказали халдеи царю парамейски царь во веки живи скажи сон рабам и мы объясним значение его отвечал царь сказал халдеем слово отступило от меня если вы не скажете мне сновидение и значение его то куски будете изрублены и дома ваши обратятся в развальные если же раскается сон и значение его то получат от меня дары награду и великую почесть и так скажите мне сон и значение его они вторично отвечали и сказали да скажет царь рабам своим сновидение и мы объясним его значение отвечал царь и сказал верно знаю что вы хотите выиграть время потому что видите что слово отступило от меня так как вы не обыдете мне сновидение то вас один ум вы собирается сказать мне лучший обман пока минут время и так расскажите мне сон и тогда я узнаю что вы можете объяснить мне значение его халдеи отвечали царю и сказали нет на земле человека который мог бы открыть это дело царю и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновеца гадателей и халдея дело которого царь требует так трудно что никто кроме богов которых обитание не с плотью расшверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских когда вышло это повеление чтобы убивать мудрецов искали Данила и товарища чтобы умертвить их тогда Данил советом и мудростью к Риоху начальнику царских целохранителей который вышел убивать мудрецов вавилонских и спросил Риоха сильного при царе почему такое грозное повеление царя тогда Риох рассказал все дело Данилу и Данил вошел и упросил царя дать ему время и он представить цару толкование сна Данил пришел в дом свой и рассказал дело Анане Месаилу и Азарии товарищам своим чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне дабы Данил и товарищ его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими и тогда благословил Бога небесного Данила 2 глава 1 19 стихи для сокращения времени следом возьмем текст 44 стиха 2 главы по 45 включительно и в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство которое вовеки не разрушится и царство этого не будет передано другому народу оно сокрушит и разрушит все царства само будет стоять вечно так как ты видел что камень отторон был отгорен руками и раздробил железо медь глину сервера золота великий Бог отдал знать цару что будет после сего и верен этот сон и точное столкование его сначала выделим основные действующие личности этой главы данного события первое на выход носор которому Бог небесный дал власть силу и славу всех сынов человеческих зверей земных и птиц небесных второе Даниил Седрах Мисах и Авдинаг божьи люди представители царства небесного израильского общества живущего в стране пленения третий личность Бог возбегающий царство небесное в течение четырех периодов времени царство которое вовек не разрушится короткое слепание главы по причине цара Вавилонского из-за того что ни халдеи ни мудрецы ни шараги ни представители народа божьей не могут рассказать сонно в уходном сроизношении его они подвержены опасности истребления эту тайну по существу тайну жизни знает Бог небесный который в планах своих имеет создать царство в течение периодов существования земных царств которое вовеки не разрушится а царство земное будет разрушено камнем оторвавшимся от горы без содействия рук а теперь кратко сформулируем духовное состояние человечества и судьбу мира в свете евангельского учения по причине дьявола из-за того что человечество не знает тайны спасения все сословия и категория людей мудрецы философы чароди люди что 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 его по законам моих государственного подвержены вечной смерти тайну спасения знает небесный Бог это спасение по веру в Христа Иисуса в течение всех периодов времени Бог созидает царство небесное а земное царство разрушится пришествии в Господа нашего Иисуса Христа сразу же бросается в глаза одна истина что все события связаны со временем и наибольшей ценностью на ухо нас стал время время появилось тогда когда нам согрешил и Бог жалея его и не желая чтобы он жил во грехе вечного ввел понятие время назначение времени таково дать человеку осознать что он грешник и покаяться за время земной жизни и подготовиться для жизни в вечности это подтверждают следующие слова от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему людцу земли назначу предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали Бога не шутят ли его не найдут ли хотя он недалеко от каждого из нас дьявол старается заполнить время человека суетой враждой к ближнему пустыми мечтами и так далее идет постоянная борьба за время и выигрывает ее тот кто использует его для того чтобы искать лицо Господне не надо быть мудрыми исследовать чтобы увидеть что вторая глава Даниила является прогрессом и пророчеством на будущие времена о судьбе мира и о спасении Божьем имея общее понятие об этой главе для детального понимания и утверждения истины рассмотрим эту главу подробно раскрывая ее внутренний смысл при помощи других мест священного писания ветхого завета но основным светом для рассмотрения этой главы будет слово Божье евангельское учение Бердарь для жителей государства пришла по причине наухода Носра царя вавилонского государства исследуя жизнь вавилонских царей и вышеназванного монарха находим в нем характерные особенности и черты присущей дьяволу во первых основной рабочей силой этого диктатора были рабы это было рабовладельское государство касая жителей нашей земли слово Божье называет их рабами греха Иисус отвечал им истинно истинно говорю вам всякие делающие грех есть рабы греха Евангелие Иоанна 8 глава 37 стих и еще неужели вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности Рыльным 6 глава 16 стих и еще кто делает грех кто-то дьявола потому что сначала дьявол согрешил первое послание Иоанна 3 глава 8 стих следующим текстом через который будем рассматривать на уход будет 37-38 стих 2 главы Даниила Ты цар цар царей которому Бог небес даровал царство власть силу и славу и всех сынов клавишских где бы ни не жили зверей земных и птиц небесных Он отдал твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими Ты эта золотая голова сравни эти слова с текстом нового завета опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу и говорит ему все это дам тебе если падше поклонящийся мне Матфея 4 глава 8 и 9 стих И еще слова Иисуса Христа Вот идет князь мира сего но во мне не имеет ничего конечно конечно мы знаем что дьявол имеет ограниченную власть и он ничего не может делать без разрешения Божия тем не менее назван князем этого греховного мира и имеет власть над всем человечеством живущим в орехе а также над животным и пернатым миром как написано ибо знаем что вся тварь совокупность цинает имущество до ныне и не только она но и мы сами имея начаток духа и мы в себе цинаем ожидая усыновления искупления тела нашего послания Крымна 8 глава 22-23 стихи Отличительной чертой характера Навуходоносора как и дьявола было своеволие и жестокость О своеволии и жестокости царя говорит 19 стих 5 главы книги пророка Даниила предвеличием который он дал ему все народы племена языки тропитали и страшились его кого хотел он убивал и кого хотел оставлял в живых кого хотел возвышал и кого хотел унижал следующими стихами где по особенному открывается характер Навуходоносора и причина его ярости вот 11-12 стих 2 главы книги пророка Даниила где лучшие люди государства указывают Навуходоносора что его тайну по существу тайную жизнь знают только боги обитание которых не с плотью именно указание на богов привело Навуходоносора в ярость рассмерепел царь еще раз гневался на это и приказал истребить мудрецов в Вилонских Даниил 2 глава 12 стих как прекрасно этот стих отображает характер и поведение дьявола который и в наше время приходит в ярость когда упоминает слово Бог Христос спасение во Христе и так далее В жизни Навуходоносора произошло событие в котором он повторил путь дьявола возгордился и был низвернут царского престола 4 глава Даниила тоже гласит текст вященном писании в книге про Хайса и о дьяволе ты прознесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь как не стало мучителя прочеклось грабительство сокрушил Господь жезл нечестивый скептор влады происходь неизвержена гордыня твоя совшим шумом поим под тобой постелается червь и черви покрупы так упал ты с неба Деница сын зари разбил вся землю попиравши народы оговорил в сердце своем зайду на небо выше звезд Божий их вознесу престол мой и сяду на горы в сонме богов на краю севера зайду на высоты облачные буду подобен всевышнему но ты неизвержен в ад у глубины происходни Исаия 14 глава 4 5 11 15 на выходносер языческий жестокий цар но Бог говорит к нему он получает откровение от Бога дьявол тоже коварный жесток но получает от Бога повеление и вынужден подчиняться им и имеет предупреждение от Бога судей над ним в будущее время но тем не менее остается первым грешником и противником Бога во вселенной созданной Всевышним можно было бы проводить еще больше характерных черт присутствующих на выходносеру и дьяволу удостоверяться другими священными описаниями в том что на выходносер есть прообраз дьявола но я думаю что выше изложенных рассуждений для этого вполне достаточно к тому же когда будем рассуждать о других личностях этой главы то параллельно дополнится и образ на выходносера следую дальше в исследовании данных второй главы находим что по вине на выходносера его жестокости беспощадности к людям высокомерию в царство в Вилонске прошла смерть интересы с точки зрения исследователей о выявлении на выходносера о последствиях незнания тайны спасения слово отступило от меня если вы не скажете мне сновидение и значение его то куски будете изрублены и дамы ваши обратятся в развальне если же расскажете сон и значение его то получите меня дары и награду великую почек и так скажите мне сон и значение его Даниил 2 глава 5 стихи и так первое последствие отсутствия откровения о тайне жизни куски будете изрублены человечество не знаю еще единого смысла жизни оказывается разъединенным по своим интересам выступают противоречия вплоть до военных конфликтов друг с другом и даже сам человек как личность вступает в конфликт с самим собой в нем отсутствует единое устремление к единственной цели ибо ее просто не существует спросить сегодня у людей не знающих его о цели их жизни и они назовут десятки целей найдутся и такие которые об этом не думали и предпочитают не думать даже спащенных христианин не достигши полноты духовного возраста очень часто будут разрублены на куски ибо плоть противится духу а дух противится плоти и мы очень часто сами в себе испытываем эту борьбу это отсутствие целостности плоти и духа в стремлении делать добро и об этом противостоянии плоти и духа об этой беспощенной борьбе в которой мы ощущаем себя разрубленной части говорит апостол павел ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю если же делаю то чего не хочу то соглашаюсь с законом что он добр а потому уже не я делаю то но живу что во мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть во плоти моей доброй потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать он этого не нахожу доброе которого хочу не делаю а злое которого не хочу делаю Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, то наживу, что вам не грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. И делаю, что меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Да, это действительно так, что человек, не знающий тайны спасения, разрубается демоническими силами укуски. И в этой борьбе за целлость всегда терпит поражение. Второе последствие – отсутствие откровения о тайне жизни. И дамы ваши обращаться в развальные. Предупреждение обрывается на пессимистической ноте. Здесь нет даже намека на восстановление развалин. Читая второе соборное постание апостола Петра, находим такой стих. Справедливо же почитаю. Да, коли нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Это местописание называет наше тело храминой, то есть домом, в котором живет наш дух. А вот и про мое назвали нашего тела домом. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворен и вежлив. Второе постание Картана, 5 глава, 1 стих. Сопоставляя выражение книги Прока Даниила с приведенными выше текстами Нового Завета, устанавливаем, что речь идет о разрушении нашего тела, соответственно приговору Божию, произнесенном им в Едемском саду для дамы. У потя лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие, 3 глава, 19 стих. Далее следует объяснение, что будет тогда, если тайна будет открыта. Если же раскрывается сон и значение его, то получат меня дары, награду и великую почесть. Даниил, 2 глава, 6 стих. Условие одно. Нужно раскрыть тайну на уходной острове, и тогда не только сохранится жизнь, но и будет дана награда и почесть. Первая награда человеку – это свобода дьявольских уст. Уст, который побесили своим, будучи не в состоянии сопротивляться силе крови Христа, дает дьявол, хотя фактически человек получает из рук Христа, и заслуги дьявола в этом нет. Однако, когда грех омыт кровью Христа, истреблен смертью Сына Божия, дьявол не может держать человека в плену и отпускать его на свободу. Дары и награды – это, конечно, дело Божие. Однако дьявол трепешит перед избранником Божьим, исполненным Духом Святым, хотя он трепешит не перед человеком, а перед Христом, который живет в нем. Вспомните слова злого Духа, записанные в 19 главе Деяния Апостола, 15 стихом. Но злой Дух сказал ответ, «Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто?» Злой Дух, выделяя Паула из страды других людей, сам того не желая, почтил его. Но вот что касается самого предмета, который стоил жизни мудрецам мавилонским в одном случае, и награды, и почести в другом случае, сна, который снился на выходной стороне, то это была тайная стань. Во-первых, сон всегда является тайнественным и непонятным голосом Бога человеку. Чтобы понять, что Бог хочет сказать тем и другим сновидениям, нужно правильно изъяснить его, иначе это все равно будет тайной. В случае с Новогодоносором этот сон был особой тайной, потому что Новогодоносор потребовал объяснить сон, который он совершенно забыл, не успевши рассказать его своим мудрецам. А так как от объяснения этого сна зависела жизнь царской элиты, то действительно мудрецы царя были в тяжелейшем положении. Достаточно обратить внимание на то, что перчин людей, на которых была возложена надежда раскрыть тайну, это перчин самых лучших людей в бувилонском государстве. Мудрых государств не было. И поэтому исчезла всякая надежда на спасение. Тайновецы и гадатели, чародеи и халдеи, люди, живущие под законным Моисием, Данил и его друзья, никто не знал тайны жизни. Эти люди были советними царя. Но когда встал вопрос жизни и смерти, то не человек, который Босс отправил для вечной жизни. Неразитый, как его рассуждали дьяволы, тайновецы и гадатели, чародеи, не даже человеки, находившись под законным Божиим, были бессильны открыть тайну жизни. В 10-11 стихах 2-й главы книги пророка Данила халдеи словами «Нет такого человека на земле, который мог воскрыть это дело цару». И потому ни один царь, великий и могущество, не требовал подобного ни от какого-то тайновеца и гадателей халдея. Дело, которое царя требует, так трудно, что никто другой не может воскрыть этого дела цару, кроме богов, которых обитали не с плотью. Раскрывает тайну, которой говорится, чтобы найти источник жизни, нужно брошаться в духовный мир. Настоящий владык которых является исключительно по мудрости, силе и ведению Бога, потому что связанные с демоническими силами люди не знали смысла тайной жизни. И только Даниил, посредством совместной молитвы с Седрахом и Исааком и Евдинагом, получил ответ от Бога. И сказал Даниил, «Да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумения разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. «Славлю и величаю тебя, Боже, Отцу мою, что ты дарил мне мудрость и силу, и открыл нам то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Книга Прохо Даниила, 2 глава, 20-23 стихи. Особое внимание уделяем в 19 стиху. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. Акцент делал на то, что тайна была открыта Даниилу в ночном видении ночью. Когда читаем Новый Завет, находим, что именно во сне, ночью, Иосифу ангел Господень дал наиболее глубокую и исчерпывающую информацию о миссии Иисуса Христа. Но когда он помыслил это, «Все ангел Господь явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся у меня есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава, 20-21 стихи. Первое восхищение о решении Бога даровать для жителей земли Иисуса было данную ангелу Гаврилам Марии, которой он явился явно. Здесь же говорил и возвестил о царстве величии будущего младенца. Второе свидетельство об Иисусе Христе – из рук Духа Святой Иисуса или Совету, где более полно было открыто назначение у младенца Иисуса. Лука, 1 глава. Но ни в одном из этих двух свидетельств не упомянуто то, что он спасет людей своих от грехов их, то есть не указана главная причина его пришествия на землю – спасение человечества от греха. Итак, видим, что тайну жизни Божьим людям открыл Бог – это были Данил, Щедрак, Мисах и Абдинагу. Когда мы внимательно рассматриваем народ Божий в лице этих четырех мужей, то отмечаем, что вся эта четверка разделена на две далеко неравные части. Данил – одна часть, и Щедрак, Мисах и Абдинагу – вторая часть в три раза больше первой. Откровение о тайне царя получил Данил – символ первых последователей Иисуса Христа. А Щедрак, Мисах и Абдинагу – символ последователей Иисуса Христа, живущих в последующих времена, получили откровение через Данила. Первое поколение христиан непосредственно видишь Иисуса Христа и впервые получишь откровение от Церкви Божьей. Это апостол Иисуса Христа и жители времен Иисуса Христа, которые соприкосались с ним, и о которых Иисус сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божьей». Апостол Павел сказал, потому что мне через откровение возвышена тайна. Последующее поколение, символы которых были в Седрак, Мисах и Абдинагу, познали эту тайну из уст апостолов. А в дальнейшее время Бог открывает истинность через Священное Писание, которое мы называем Евангелем или Новым Заветом. Часто этих последних поколений относится и мы. Ключом к раскрытию внутреннего смысла этой главы являются стихи. «И во дне тех царств Бог небесный возникнет царству, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оттон был от горения руками, и раздробил шелье с мед, глину, сербро и золото». Данила, 2 глава, 44 стих. Сравнивая по смыслу выражения Священного Писания Нового Завета, находим. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» на Матфея 3.2. «Христос также неоднократно напоминал, что пришел создать неземное Царство Божие Небесное. Он формировал людей для Небесного Царства, потому что миссией Иисуса Христа было не завоевание земных территорий для Царства Небесного, основанного на земле, а завоевание душ человеческих, формирование характера жителей Небесного Царства. «Христос говорил, ибо говорю вам, если праведность ваша не подойдет праведности книжникам и фарисеям, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5 глава, 20 стих. «Ученики, которые знали цель Христа, однажды спросили Его, кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призывав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратите и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18 глава, 13 стих. Отсюда видно, что целью Иисуса Христа, а у последствия Его учеников, было создание Царства Небесного, то есть приобретение душ человеческих для Бога и формирование в них качества Иисуса Христа. «Красос собирал себе учеников во все времена, во все периоды жизни, независимо от политических систем, которые были господствующими на нашей планете. Посему и написано, «И в одни тех царств Бог Небесный возьмет Царство, особое десять вечное Четвертое Царство, крепкое к железу. Это последнее Царство из периода времени, которое открыл Бог на уходоносору, и его разграбил камень, оторвавшийся от горы без содействия рук». Обращаем внимание на то, что заключительным царством мировой истории будет Царство Антихриста, и разрушит его Иисус Христос своим пришествием. В подтверждение этой мысли читаем 8-9 стихи 2 главы 2 послания Писал Микитца. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет совщакой силой и знамениями и чудесами ложными. Про рассуждение следует отметить, что разрушение этого мира, и лучше сказать, Четвертого Царства, произойдет не по воле человеческой и независимо от действий рук человеческих и в сроке независимых человеком. Происшествие Иисуса Христа совершенно не зависит от людей, а только от Бога. Его написано о Боге. «Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопрежденного им мужа, подал удостоверение всем, воскрешивая его из-за мертвы». Евангелие говорит о том, что пришествие Христа произойдет внезапно, так как внезапно приходит вор. А если внезапно, то значит, что люди об этом не знают, а если они не знают, то и участия их в этом быть не может. В Откровении Даниила камень также оторвался от горы без содействия рук и разрушил истукан. Камнем в этом Откровении является Иисус Христос, и как написано у Даниила, «А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю» Даниила, 2 глава, 35 стих. То же самое принесет и пришествие Христа на землю. Он будет судить бедных земли по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестиво. Стравни еще раз это выражение с выражением второго останника и вселенкийцам. Он убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И еще. «Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Стравни с выражением в книге Даниила. «Камень сделался великой горою и наполнил всю землю». Проведя исследование вышеназменных 2 главы в свете евангельского учения, убеждаемся, что речь идет о судьбе мира и церкви, а также в том, что одно из названий церкви, которое потребляет в священном писании, есть тайна Божия или тайна Христова. Упереди великой скорби. Одним из спорных мнений, в котором отсутствует единство взгляда, является вопрос великой скорби, который будет на земле в конце периода последнего времени. А в том, что она будет на земле, не сомневается никто. А вот застанет ли великая скорбь церковь на земле, это спорный вопрос. И здесь существует несколько мнений. Вот некоторые из них. Первое мнение. Церковь восхищается до великой скорби. Второе. Церковь восхищается в середине великой скорби. Третье мнение. Церковь восхищается после великой скорби. Внимательно исследуем священное писание и посмотрим, что по этому поводу говорит Библия, Слово Божие. Начнем с 24 главы Евангелия от Матфея. Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не пролистил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих пролистят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, море и землетрощение по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут продавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, море и землетрощение по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут продавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие. И друг друга будут продавать. И вот ненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут. И пролищат многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Протерпивши же до конца. Спасется. И проповедно будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во светество всем народам. И тогда придет конец. И так, когда увидите меры за запустение, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читаю, что да разумеет, тогда находящиеся в Евдии, добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. В горы же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. И вот тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пролестить те, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби днете, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, и увидят Сына Человеческого, градушку на облаках небесных, с силой и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От самокумницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. А так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет рот сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, не ангел небесный, а только отец мой один. Но как было во дне Ноя, так будет и в прошествии Сына Человеческого. Ибо как во дне перед потопом ели, пили, женились, и выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не прошел потоп и не истребил всех, так будет и в прошествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющи в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. И вы в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 44 стих.